Привет стрелкам! С вами отдел про ствол. И сегодня хотелось бы поговорить о такой неожиданной вещи как дискриминация по сильной руке. У нас много знакомых стрелков, большинство из них правши, но есть прекрасные парни с левой ведущей рукой, левым ведущим глазом и они частенько оказывались в невыгодной ситуации, потому что были вынуждены многие годы подстраиваться под оружие изготовленное под правшей. Но компания Мосберг из США видимо тоже не любит эту дискриминацию. Возможно она просто решила расширить ниши для своего оружия, но в любом случае уверен, что она поступила совершенно верно, потому что с недавнего времени у украинских стрелков есть возможность приобщиться к леворукой модели классического 590А1. И сейчас я из уважения к парням, которые раньше были вынуждены будучи левшами стрелять из оружия с правой руки, я будучи правшой сейчас попробую немножечко пострелять из леворукого Мосберга с левой руки. Итак, это классический 590А1. Он заряжен, стоит на предохранителе. 8 патронов в магазине, 1 патрон в патроннике и по 2 патрона с каждой стороны в прикладе SpeedFeed. Это тоже запатентованное Мосберовское изобретение, которое позволяет транспортировать 4 запасных патрона. Причем делать это так, когда патроны спрятаны у нас заподлицо и соответственно нигде ничего не торчит. То есть можно на самом деле еще зацепить один тканевый патронтаж сюда, на несколько патронов можно наклеить или установить side saddle сюда, на 6 или даже 8 есть патронов. В любом случае, даже в этом исполнении сейчас в моем Мосберге, так или иначе заряжено или приготовлено быть заряженными, 8, 1, плюс 4, итого 13 патронов. Много это или мало, решайте сами, а я попробую пострелять из леворукого Мосберга. Итак, переходим на side saddle. Вкладка, конечно же, для меня неудобная, но тем не менее, если стрелки левши мучились с праворуким оружием, то и я немножечко могу помучиться и от этого ничего не случится. А теперь давайте посмотрим на это же оружие глазами стрелка правши. Смотрим. Для того, чтобы понять, что из себя представляет модель для левши в руках у правши, достаточно вспомнить, как заряжается помповик правша, когда его оружие полностью разряжено. Окно экстракции гильзы у нас здесь, в классической правосторонней версии мы достаем два патрона, неважно откуда, бандольера, подсумок, пояс, кидаем один сюда, закрываем, ну и классически переворачиваем и начинаем заряжаться. В случае с левосторонней модели у нас все выглядит достаточно интересно и очень неожиданно. Итак, крайнее положение, стрелок правша, модель для левши, первый патрон на лоток, второй сразу сюда. Никаких паразитических движений с прокручиванием. Любая дозарядка у нас всегда обеспечивается окном, выведенным в неожиданно удобную сторону. Забавно? С моей точки зрения очень да, и я был очень удивлен, когда в свое время открыл это для себя. Давайте посмотрим, что эта модель может еще. Мы немного поговорили о том, как стрелок правша был, заряжался бы с леворукой моделью. Теперь давайте поговорим о еще одной достаточно стандартной операции с дробовиком помповым. Это стрельба с накидкой по одному патрону прямо на лоток. И я вам скажу, что в случае леворукой модели я начинаю задумываться, что она немножечко удобнее, чем классическая модель, несмотря на то, что я правша. Но на самом деле это не все сюрпризы. Смотрим дальше. Парни, которые всерьез работают со своими дробовиками, знают, что стрелять нужно совершенно из разных положений. Стоя, сидя, с колена, в движении с левого плеча, с правого плеча, через различные порты. И также стрелки знают, что нужно уметь стрелять лежа. Со стрельбой лежа у помповиков это целая отдельная история. В первую очередь помповиков всегда подводит первое. Необходимость работы с слайдером цевья для перезарядки. Соответственно, обычно стрелки используют правое плечо, ложатся на него для того, чтобы было комфортно стрелять. И здесь у стрелков открывается вторая проблема. При нечеткой работе цевьем, когда у нас ружье расположено параллельно земле, у нас патрон под действием гравитации следующий дослайм и может просто выпасть на землю. И в случае леворукого Мозберга, оказывается, что такой проблемы больше нет. Давайте примерно посмотрим, как это выглядит. Положение стоя и положение лежа. Как видите, все выглядит более чем интересно. Коллеги, пришло время выводов, итогов и скажу вам, что они будут не очень однозначными. Первый, самый очевидный вывод, что стрелкам-левшам в Украине повезло. Для них есть очередная прекрасная модель в левостороннем исполнении. Как минимум, я знаю, еще и попадались мне бенельки в левостороннем исполнении, беретты в левостороннем исполнении. Поэтому, в принципе, выбор достойных марок определенный есть. Но на самом деле, главное, это не однозначность совершенно в другом. Если парни, которые меня смотрят, увлекаются так же, как я, ну, условно, скажем так, прикладной динамической стрельбой, неважно, какое это может быть направление. Ну, в случае Одесситов и нашего клуба Стрелковая Лига, это, естественно, Heavy Metal Rifle и Шонган. Так вот, я скажу, что у меня были определенные мысли еще какое-то время назад. Как-то мне в руки попала бенелька М2 в левостороннем исполнении, и я обратил внимание на удобство докидки патрона левой рукой. Потом мне попал в руки этот мосберг. И к чему мы пришли? Оказывается, казалось бы, знаешь, эти мосберги уже сто лет. Ну, неважно, не только мосберги, а просто помпа. Ну, в случае меня мосберг — это выбор души и сердца много лет, поэтому, естественно, для меня помпа — это в первую очередь всегда мосберг. Так вот, знаешь, ты уже как облупленные просто, ну, казалось бы, больше удивить, в принципе, нечем. Но спустя годы ты выясняешь, что можно оптимизировать и модернизировать собственную технику стрельбы с помощью другого исполнения мосберга. И я, коллеги, сейчас нахожусь в задумчивости. С одной стороны, конечно, дисциплину High Metal Rifle я стреляю из винтовки болтовой в 308 калибре. И дробовик для меня, ну, скажем так, в этой дисциплине является... Я рад, что мои коллеги и соратники стреляют. Это здорово, это весело, нас много, но не получается разорваться. Поэтому ружье, естественно, я уделяю меньше времени. Но скажу так, что если бы мне захотелось начать резвиться в Heavy Metal на матчах с дробовиком, ну, естественно, сюда надо ставить коллиматор, хотя и прицельные, механические здесь великолепные, от компании XS. Вот их логотип. Наверное, это лучшие прицельные, механические в исполнении диоптро для мосбергов, которые мне попадались. Пулю стрелять на 100 метров не вопрос. Очень тонкая мушка, очень комфортный целик, которым можно пользоваться и в сумерках. Он достаточно большой, поэтому пропускает через себя свет. Но самое главное, я бы всерьез задумался над тем, чтобы взять такой дробовик в руки и пройти с ним хотя бы одну-две тренировки. Потому что с моей скромной точки зрения, именно такая компоновка вдруг неожиданно в исполнении для левши дает стрелку правше определенные преимущества именно на коротких упражнениях. Там, где скорость упирается в мгновенный доброс патрона, в дозарядку один на лоток и тут же второй в магазин. И вот эти вот доли секунды на самом деле можно научиться выигрывать. Решение любопытное. Единственное, что может смутить, это выброс гильзы. Но я недаром начал снимать эту передачу сегодня. Естественно, я протестировал разные варианты. И скажу, что точно так же, как стрелку правше, когда стреляешь с левого плеча, из карабина, из ружья. Вот так вот. Не мешают гильзы. То есть, они себе экстрагируются. Так вот, точно так же стрелку правше с левосторонним исполнением гильзы мешать не будут. Все внимание концентрируется здесь. Что летит здесь, не мешает ни руке, ни обзору. Поэтому наше дело с Алексеем и нашего отдела про ствол подсказать вам какие-то новые идеи, а ваше дело проверять их вместе с нами на практике. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами. Дальше будет интересней. Всем пока.